Канал Таёжный обитель приветствует вас. Мы снова с Павлом Григорьевичем Трихоновым в экспедиции находимся на озере Аканон. Его родные, родовые места. Он даже, по-моему, ты не можешь вспомнить, кто из твоих первых предков здесь поселился. Или рассказывали? Ну, дед, а деда-деда я не знаю. А деда-деда, ну, скорее всего, он тоже здесь жил. Ну, конечно, если дед. Да, это уже, можно сказать, многовековые вот эти места. Ну, это вообще замечательно. Я сейчас хочу Пашу попросить, у него огромный такой охотничий пастушеский опыт. И он много, наверное, сменил ружья, я даже не знаю. Мне охота спросить его, что он носил, какие ружья. С самого начала, до сих пор, сейчас носит. Что ему нравилось? Что для него было угодно? Что в тайге вот такое, может, универсальное, которое не будешь, как революционный матрос, вот так вот, еще в руках двухстволка. Что, Паша, какие ружья ты носил? Ну, вот, смотря по сезону, как, да, 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 да. В общем, зимой охотишься, когда вот, нужна вот, хорошо бы, я посоветую, вот такая. Белка? Да, белка, вот. Комбинированное ружье. Тут мелкашка и вот это вот. Можно добыть чоболя? Можно добыть и соболя, и глухаря, и белку, рябочка на корнях. И зверя. И зверя. Вот этот 28-й, на медведя, он может пойти? Ну, конечно, если хорошо, хорошие собаки, надежные. Я, кстати, убивал Иссакатова. С Тозовки? Нет. С 28-го. А С Тозовки? С Тозовки, вот, еще не купил. Ни разу не убивал, а я убивал в Тозовке. Отец мой убивал, С Тозовки. Я убивал в Тозовке. С Белки, да? По легким стреляешь, он очень слабый, но самое главное, как Эвинке говорил, когда он поворачивается маленько, как бы боком, стреляешь сзади под лопатку, чтобы попасть. Как по легким хорошо попал, у него сразу с носа начинает идти кровь. Ну, я Сагжоя убивал тоже. Сагжоя? Ну, Кирилл мне рассказывал, один раз в Тозовке, он двух сразу убил. Одного как-то удачно в сердце, а другой наклонил сзади голову, и он ему куда-то в висок попал, и, говорит, стрельнул, 20-го, брым, упали. Ну, вот так. Ну, это надежное оружие. Да, это надежное одно, так скажешь, а не два. Да, 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 да. Ну, а если, например, ты медведя встретишь, два патрона, все, ну, хорошо. Придется. Придется воевать. Конечно. Ну, это вот у нас современные, хорошие оружие. Это современные оружие. Да, очень современные, хорошие. Ну, это как автомат. Это вот ворожок, чтобы не потерять. Да, это я что-то затерял. Это Сайга-МК. Бьет точно. Магаринезированный карамель. 7,62. Сколько тут, ребят? Ну, тут 10. Да? Ну, как подностволки не экономишь. Она очень легкая и удобная. Пешком бегать, ходить. Ну, не совсем легкая, конечно. Я носил барс. Тот легкий. А, ну, тут-то, конечно. Там всего, всего там 5 патронов. Ружька удобная. Прикладистая. Прикладистая ружьё. Ну, с этим ружьём можно хоть с кем воевать. Не, ну, не хоть с кем. А по Соболю, например, ты идёшь зимой на ход? Если нет, то Тозовки, допустим. А куда ты бьёшь, Соболю? Всё, в шею стараюсь. В шею? Да, с этого. Даже с этого. Я убивал. С Тозовки по шее бьёт. По голове, потому что там кровь, маслами, косточками. Да, уже ням, дерёшь его. Да. А вот с барса, если шлёпнешь по туловищу или по шее, по голове. Тоже. Я с барса стрелял, голова отлетает. Сильно большая скользкость. А вот этот барышник, он мне тоже говорил, у него искрец был, прошиваем, 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 да. Ну, в общем, тоже удобно. Соболюбить. И глухаря. И глухаря. Я глухарей постоянно. Ну, патроны дорогие сейчас. Да, не так уж, дорогие. Не так? Ну, ясно. Оправдывают себя. Да, оправдывают. Ясно. Ну, тем более сейчас всякие разные патроны. Такие разные? Есть такие. А, вот для него даже разные? И дорогие, да, есть вот. Ну-ка, покажи, посмотрим. Покажи. Вот они, дешевые. И вот это вот хорошее. Это вот на глухаря. Это на крупного. Да, да, да. Разрывает маленько защит. Соболочкой. Это вот с этого можно стрелять. Соболе. Соболе. Ну, хорошая мелочь. Лучше прошивает. Ясно. В общем, такие. А еще что-то носил ты, например? Самый вот надежный еще. Карабин боевой. СКС самый хороший. Тоже он. Не хуже этого. Не хуже этого. Хорошая штука. Тоже тяжелая. Стрельная, точная, убойная. Убойность хорошая. И легкая. Ну, пуль. Простая. Ну, легкая. Не бас. Не бас. А вот я корабль носил совхозный. Ну, он тяжелый. Быстро портится. Разнашивает. Ну, они нам доставались. Уже разбитые обычно. Да, разбитые. Да, пробовали пульки, бывает пулька, куда уходим, да. Поэтому доставались они образца 43-го года, как назывались карабины. И... Ну, и тяжелые они, говорим. Были, да, со складов. А если в лесу так... Бывали, попадали хорошие. Таскаешь и такуи, как раз, вот тяжелые. А вот с пулеметного ствола делают самоделение. Тоже делают. Не носил. Носил, почему? Хорошо бьет. Да, очень. И хром хорошо держит, не расстреливается. Делает хром, да. Десять-двадцать раз подряд стреляешь. Ничего. Ну, вот сейчас ты думаешь, что вот это самое лучшее. Никак не самое лучшее, просто он легкий. Легкий. Да. А это много значит. Особенно на олене верхом все равно. Там каждый килограмм вот. Грамм даже на щеку. Да, 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 да. Особенно, когда долго идешь, когда уже начинает и плечо давить, и меняешь. Даже когда едешь верхом, и то он давит. Верхом едешь, тем более, когда вот ты даже должен знать, сколько оленей дотащить. Да. Целый день или полдня там какой. Бывает еще, например, добыл Сахжо или Сахатова. Домой охота кусочек привезти там, какую-то немного ребра, немного почки, печени. Берешь уже, к седовому привязываешь, весь добавляется. Да, зимой иной раз и ружье оставляешь, чтобы кусок. Чтобы что-то привезти домой. Все верно. Ну ладно, Паша, вот показал он свои ружья, которыми он сейчас пользуется. Вот меня часто спрашивают. Это человек, у которого, я даже не знаю, ему 56 лет. Ну, а стаж, наверное, он все время в тайге. Родился только он в больнице, а его привезли и сразу увезли в тайгу. Ну, наверное, я не соберусь, но и скажу, что лет 45 он уже с ружьями ходит. Ну да, с маленьких. Отец как-то сказать стал? Тозовку, наверное, со скольки, лет с 11-12? О, еще, наверное, меньше. Еще меньше был. Не Тодов, а был дробовичок в 28-й. 28-й? Отдостывал. Отец сдавал уже. Первое мое. Ну, 28-й, это серьезное ружье. Ну, одноствол. Ну, одноствол, когда Сахатова. И если хорошо стреляешь, медведя тоже можно положить. Главное попасть по убойному месту. Много от ружья зависит, но много еще зависит, как человек стреляет. Поэтому иногда надо и по цели. Бывает, что по цели охота пострелять. Я вчера стрелял. Вчера стрелял. Вот. Да, бывает, мушку собьешь. Запросто. Запросто. И потом... Где ударишь, где уронишь. Там есть мушку. За дерево где-то заденешь. Поэтому иногда надо проверять мушку. Ну, смазывать это, естественно. Зимой не смазывают. Наоборот, протирают наскву. Чтобы, да, в палатку не заносят. Чтобы оно не царевало, не замерзало, не заиндививало. Иначе... И патрон застревает в стволе, и у Тозовки. Ну, вот маленький такой с Пашей вам экскурс. В оружейное дело стрелковое. Всем желаем удачи, радости, любви, красоты, творчества, здоровья. Желаем с плата Саканонского, вот отсюда, с тайги. Перед нами вот. Пожар вот идет где-то там. Гармонии с самими собой и с окружающим миром. Пока-пока. Пока.